Вадим смотрел на фото Жанны и улыбался. Ну надо же, она почти не изменилась. Ну да, лет десять назад она была помоложе, постройнее, но все равно, такая же прекрасная жгучая брюнетка с зелеными глазами. Пока Вадим любовался снимками на страничке Жанны, к нему подполз его верный Бакс, старый пес с поседевшей мордочкой. Подполз и положил свою голову на колено хозяину, слегка поскуливая. Двенадцать лет назад друзья отца подарили ему маленького щенка. Они были уверены, что купили овчарку, но пес рос, и стало заметно, что он нечистокровный, почти что дворянин. Да, это было не так уж и важно, главное, что Бакса в семье очень полюбили. Семья была маленькая, сам Вадим да его отец, а мама умерла, когда Вадик был еще подростком. Вот так и стали жить чисто мужской компанией. Папа умер четыре года назад, и из семьи остались только двое. Что, Бакс, нехорошо тебе, старик? Вадим погладил собаку по холке. Держись, парень, ты же мужик. Вон лучше посмотри, какую красотку я в соцсетях нашел. Жанна – любовь всей моей юности и до сих пор сидит занозой у меня в сердце. В одной компании когда-то тусили. Интересно, замужем ли она? На фотографиях не было ни семьи, ни детей, только она иногда сидела с родителями в обнимку. А так одни путешествия, море, подруги. Вот она сидит с девчонками в кафе и держит бокал. На пальце нет обручального кольца. «Это мой шанс!» «Привет, подруга юности!» – написал ей в личку Вадим. «Узнаешь меня?» Ответа не было минут пятнадцать, хотя Жанна была все время онлайн. Казалось, что время тянулось бесконечно. «Привет, Вадик!» – ответила Жанна. «Сколько лет?» «Приятно, что ты меня узнал, а я недавно тут страничку завела. Может быть, дашь свой номер телефона и созвонимся?» Сердце колотилось в ожидании звонка от Жанны. «Главное, чтобы голос не дрожал!» «Привет, Жанна!» – спокойным голосом сказал Вадим. Хорошо, что она не видит, как у него ладони от переживания взмокли и руки затряслись. «Как ты быстро позвонила!» «Да я сейчас свободна!» «Еще на работу не устроилась!» «У родителей живу!» «Недавно обратно в наш город приехала!» «Была замужем, развелась и вот вернулась!» «Может, встретимся?» Вадим лихорадочно стал думать, где бы встретиться. «Домой к себе пригласить!» «Да тут целую клининговую компанию надо вызывать, чтобы убрать холостяцкую квартиру!» «Нет, пока рано еще!» «Ты помнишь кафе, там на углу, в парке, где мы компанией тусовались?» «Ну вот сейчас там очень уютно!» «Когда встретимся?» – спросил Вадим. «Да хоть сегодня!» «Давай в восемь вечера!» – предложила Жанна. Вадим безумно волновался, собираясь на свидание. Уходя, дал нужные лекарства Баксу, назначенные ветеринаром. Поцеловал пса в его седую мордочку и сказал, «Держись, старик! Скоро я хозяйку в дом приведу, наверное, будет нам весело!» Встреча была приятной, вечер тоже. Говорили о жизни, вспоминали юность, хохотали на смешных моментах. Вадим признался, что был влюблен в Жанну, а она даже не догадывалась. «Ты же с Ивановой тогда встречался!» – удивилась Жанна. «А почему ты мне этого не говорил?» «Ну так и ты же не свободна была!» – ответил Вадим. «Как бы я тебе признался!» «Так, значит, ты один живешь сейчас!» «Здорово!» «Свобода полная!» «А мне хоть и под тридцатник, но я вот с предками!» «Даже стыдно!» «Домой к себе приглашай!» «Да запросто!» – воскликнул Вадик и осекся. «Но только не сегодня, лучше на выходных!» «В субботу, например!» «Мне еще собаку купать!» «Завтра на работу рано!» «Это того пса, которого ты тогда выгуливал», – удивилась Жанна. «Он еще жив?» «Да, только старый очень встал!» «А еще не так давно велосипедист на него наехал на тротуаре, когда мы гуляли, теперь хоть он и ходит, но сильно прихрамывает на задние лапы!» Вадим провожал Жанну через парк. Долго целовались по пути, много слов любви было сказано, признание от Вадима за все это десятилетие. Даже девушки в романах ему попадались похожие на Жанну. Но все не то, и теперь он счастлив, что они встретились. Жанна отвечала ему взаимностью в поцелуях и также признавалась, что Вадим ей сильно нравится. В пятницу вечером была грандиозная уборка, Вадиму помогала соседка тетя Ира. Когда-то отец пытался за ней приударить, но тетя Ира предпочла теплые соседские отношения. С тех пор она была родным человеком для Вадима. Он предупредил соседку, что придет на выходные любовь всей его жизни, поэтому убирать нужно было все тщательно. В субботу было все прикуплено для ужина, Жанну Вадим встретил на остановке. Когда зашли в квартиру, Жанна поморщилась. Ой, а что так псиной-то пахнет? Так ведь Бакс дома, он старенький. Бакс хотел резко вскочить, чтобы встретить новую гостью, но как-то по щенячьей пискнул и надул маленькую лужицу под собой. Он присел с виноватым видом и стал барабанить хвостом по полу, слегка поскуливая. Он что, еще и нужду справляет дома? Удивилась Жанна. Да это просто он выразил так свою радость по отношению к тебе, Вадиму стало немного неловко за своего поседевшего друга. Сейчас все замою. Ну да уж. Жанна подошла к окну и слегка приоткрыла его, несмотря на то, что на улице было довольно прохладно. Надо немного проветрить. Сели ужинать в комнате на диване. Когда дошло до поцелуев, в комнату хромая зашел Бакс и заскулил, глядя на влюбленных. Будто ревнуя, он подошел к Вадиму и положил ему голову на колено. Вадим потрепал друга за ухом. Слушай, но он совсем старый. Вон шерсть с него сыплется. У моих родителей была баллонка. Но они ее усыпили. Когда время пришло? Ну кто знает, когда придет это время. У Бакса конечно время старости, но может быть он долгожитель. Может быть еще года три-четыре будет жить. Это мой лучший друг, я его никогда не предам. Ну да уж, вздохнула Жанна. А я думала, что у нас все всерьез с тобой будет. Даже до этой встречи планы строила на жизнь с тобой. Я этому буду только рад. Улыбнулся Вадим. Оставайся жить у меня, а там посмотрим, как жизнь сложится. А ты усыпи тогда свою собаку, зачем ему мучиться? Предложила Жанна. Ну правда, запах в квартире от старого Бакса, шерсть лезет, проблем много. Зачем и самим мучиться? Я так не могу. Вадим внимательно посмотрел на Жанну. Он сначала подумал, что она шутит, но Жанна была настроена серьезно. Ни грамма жалости в глазах, предложила так, будто надо выкинуть старый диван. Ничего у нас с тобой не получится. Вздохнул Вадим. Давай я тебя до остановки провожу. Да ладно, не утруждайся. Обиделась Жанна. Твой пес все равно скоро сдохнет. А ты так и останешься один. Ну как знаешь, пока. Жанна ушла. Что-то на секунду в сердце защемило у Вадима, но тут же прошло, когда Бакс уткнулся в руку своим кожаным носом. Вадим потянул пса на диван и крепко обнял. Как же я чуть не лоханулся с этой Жанной. Зашептал он на ухо любимому другу. Надо же такое предложить. Тебя усыпить. А вот я, когда старой стану или больной, она меня бы тоже усыпила. Жить будешь. Пошли лучше погуляем, дружище, а потом Жанку из друзей удалю.